здравствуйте с вами самит алиев прежде всего поздравляю весь наш многонациональный народ азербайджана с победой ну а теперь немного истории немного истории хотя лично я считаю что ее истории много не бывает во время второй мировой войны франция сдалась немцам в течение всего 43 дней капитуляцию французы подписали в компьене в том же самом железнодорожном вагоне где за 22 года до этого была подписана немецкая капитуляция по окончании первой мировой войны у государств свое и довольно зубастое чувство юмора французам вот тот самый вагон и подогнали знаете такое сплошь и рядом случается одному дяденьке вообще по результатам холодной войны из-за проявленной в ходе нее героизм нобелевскую премию мира дали и даже начали снимать в рекламе после подписания капитуляции французский маршал петтен скажет следующее слишком мало детей слишком мало оружия слишком мало союзников мы проиграли именно поэтому так что соседушки ваши проблемы и синяки это не просто следствие ваших ошибок допущенных в деле строительства национального государства это стальные закономерности которые обязательно приведут страну с хромающей демографии систематическими проблемами с соседями и без выхода к морю к очередному поражению а ты бестолковый насмехался надо мной вот я пословица не буди лихо пока она тихо кстати насчет зубастого чувства юмора принимая во внимание все вышесказанное было бы неплохо подписать мирный договор с арменией именно в шуше в культурной столице азербайджана идея богатая жирная есть над чем подумать чувство юмора наше все а потому врага нужно постоянно держать в состоянии изумления конечно кто ж спорит франция сражалась с фашизмом еще как на стороне союзников не покладая рук резистанс маки деголь само собой только в декабре 41 года в сингапуре японцы потопили британский линкор принц уэльский и тяжелый крейсер рипплс до самолеты были японскими и за штурвалами сидели японские летчики но вот базировались эти самолеты во французском тогда сайгоне ныне городе хошимин во вьетнаме и готовили самолеты к вылету французские механики британия никогда ничего не забывает а вот тут я чуть не забыл в 1941 году франция и япония подписали договора взаимной обороне после чего японские войска оказались в индокитае и еще немного около 80 процентов грузового автопарка вермахта составляли грузовики французского производства господам немецким офицерам например очень нравилось как пели для них пиаф и ивмонтан в этом вопросе например израиль нам первый союзник который все прекрасно помнит в гонениях на евреев французы порой превосходили нацистов только в 1995 году жак ширак признал вину франции в депортации более 75 тысяч евреев большинство из них так и не вернулись домой стучали те кто все это время жил с евреями бок о бок и лишь в июле семнадцатого 2017 года макрон наконец-то открыто объявил именно франция устраивала облавы высылала евреев и следовательно повинна в их гибели признали но компенсации пока не выплатили но думаю выплатят никуда не денутся напомню историю с кон бендитом отправьте его в дахау скандировала толпа галлистов 1968 году на входе депортации полицейские ему сказали готовься малыш платить по счетам жаль что ты не сдох в аушвице вместе со своими родителями это избавило бы нас от необходимости делать с тобой то что мы сегодня сделаем то есть антисемитизм на лицо причем не просто животный антисемитизм ну еще один штришок портрету франции в ходе встречи с рузвельтом в тегеране в 1943 году сталин совершенно справедливо заметил франция не должна получить назад им до китай французы должны быть наказаны за преступное сотрудничество с германией встреча кстати было двусторонней кстати о птичках как в том анекдоте корсика географически да и не только географически ближе к италии например отец наполеона выходить из генуи достаточное количество населения корсики говорит именно на корсиканском который является диалектом итальянского а что касается туристов с туристами предпочитают говорить по-английски будете смеяться но вот по слухам команды собакам там отдают именно на французском языке и вообще знаете несправедливо получается корсиканцы есть а независимости нет даже с точки зрения эстетики рисорджименту такое красивое слово так называлось движение за объединение италии как же это прекрасно что территориальная целостность и незыблемость границ хельсинские соглашения то есть там принцип работает а здесь не очень кстати насчет фразы пт на от детях никогда не забывайте диалог из одной замечательной книги стругацких да я об обитаемом острове что такое удельное демографическое давление это максимально допустимая мера агрессивности позволяющая сохранить себя и свою самость для оказания должного сопротивления всем вероятным противникам вывод вывод простой нас должно быть много и нас должно быть не просто много этого недостаточно качество и уровень образования в азербайджане должен стать общенациональной идеей номер один в этом не просто залог успеха это вопрос выживания ну а что касается печальной книжки о горестных приключениях сепаратистов в азербайджане эта книжка дочитана до конца уби пус иби эвакуа как говорили римляне а в переводе это означает там где есть гной нужно удалять именно это сделала наша армия всего за 24 часа задачи выполнены цели достигнуты и все равно пользуюсь случаем хочу обратиться ко всем своим зрителям даже несмотря на победу не распространяйте в сети видеокадры с перемещениями нашей военной техники любая информация которой вы делитесь может быть использована противником против наших солдат молчите даже если вы что-то знаете что-то подозреваете ли о чем-то догадываетесь просто молчите и ничего не распространяйте в особенности если вы что-то знаете и будьте уверены сепаратизма в азербайджане больше не будет никаких статусов никаких автономии и никаких серых зон в этих вопросах нет и не будет никаких компромиссов вообще мы принимаем полную и безоговорочную капитуляцию белый флаг как в том замечательном фильме помните на амерт кэчглэн джимэн аутынна кэчглэн джимэн аутынна ну и еще немножко хороших книжек для тех кто их любит и ценит помните замечательный рассказы от гора по бочонок а мантильяда мой любимый момент это финал когда враг главного героя кричит ему громко так кричит и этот крик звучит на грани просьбы ради всего святого мантризор да сказал я ради всего святого ну на сегодня пожалуй все оставайтесь с нами самит алиев специально для калибер аз и и Продолжение следует...